Материал подготовлен сотрудниками библиотеки имени Николая Кузьмича Жернакова в город Архангельск. А вы знали, что 16 октября во Франции отмечается замечательный праздник – День чтения? Немного расскажем вам о четырёх современных писателях, книг которых стали бестселлерами. Начнём с романтики. Аньес Мартин Люган. Её дебютный роман «Счастливые люди пьют кофе и читают книги» вышел во Франции в 2013 году. И сразу же право на его опубликование купило несколько стран, в том числе и Россия. В 2013 году наши русские читатели познакомились с этим романом. Пронзительная история молодой женщины Дианы, потерявшей в автомобильной катастрофе мужа маленькую дочку, требовала продолжения. И оно появилось. Влюблённые в книги «Не спать в одиночестве» также покорило читателей. На данный момент в России уже ездено девять романов этой французской писательницы. Отдельно хочется выделить её один из последних романов «Отель Дача». Дело в том, что он написан совсем по-другому, не в её стиле. Сдаётся впечатление, что как будто это писал даже другой человек. Но его написала действительно Аниесса Мартин Люган. Писала она его в период коронавируса. Мы рекомендуем вам читать книги по порядку, по мере выхода их в России, друг за дружкой. Да, они разные. Разные истории, разные герои. Но если внимательно читать их строго по такому порядку, то вы увидите пересечение второстепенных героев. Вы встретите и узнаете судьбы тех девушек, имена которых встречались в других произведениях. Рекомендую прочтение. В нашей библиотеке есть завершающая часть цикла «Муча часа». Книга называется «Новые платья Леони». Вот начать новый цикл её книг можно в «Желтоглазых крокодилах». К сожалению, две остальные части этой трилогии в нашей библиотеке отсутствуют. Обе эти трилогии завоевали почётное место среди читателей разных стран. По этим трилогиям даже сняты фильмы и сериалы. Ну а теперь ужасы. Начнём с Бернара Миньера. Миньер – это огромный талант рассказчика и умение вселить в душу читателя страх. Не хуже, чем у Стивена Кинга в его лучших романах. Так пишет о нём Daily Mail. Игра в метаморфозы – это потрясающий по своей глубине роман, детектив, триллер. Действие событий происходит в Испании. Так ли хороши новые современные компьютерные технологии? Что может ждать человечество, если вдруг что-то пойдёт не так, как запланировал сам человек? И можно ли воспользоваться этим искусственным интеллектом, чтобы уничтожить человечество? На эти и многие другие вопросы можно найти ответы в книге «На краю бездны». «Гребаная история». Читатели зачастую, когда хотят рассказать об этой книге, говорят, что это действительно гребаная история. Слог писателя здесь очень необычный на любителях, но история интересная, а концовка неожиданная. Для любителей остросюжетного триллера, ужаса, хоррора, рекомендую к прочтению цикла книг о майоре Мартине Сервайсе. На данный момент в России вышло семь книг. Рекомендую их читать по порядку. Но, конечно, можно и отдельными книгами читать, но чтобы понять более глубже историю жизни Мартына Сервайса, его мотивы, его поступков, и понять самого преступника, потому что преступник-то один. Читайте лучше по порядку, начиная с книги «Лёд». Завершает наш обзор Франк Телье. Его стиль написания очень похожа на американского писателя Дэна Брауна. Схож он по теме и с Бернаром Миньером. На его произведения на любителя остросюжетных произведений. Там такие эмоции, там такой страх и ужас. Франк Телье написал много книг в цикле Франк Шарко и Юси Эннебель. Читать их тоже рекомендую по порядку. А каждая книга – это одно расследование. В первую книгу мы знакомимся только с одним главным героем – комиссаром Франк Шарко. Знакомимся с его жизнью. И он начинает расследовать очень загадочное преступление. Во второй книге «Комната мёртвых» расследование ведёт молодая девушка-полицейский, лейтенант Юси Эннебель. По этой книге даже был снят фильм «Комната смерти». Продолжают история комиссария Франка Шарко книга «Медовый траур». А у Юси Эннебель «Фантомная память». Начиная с книги «Синдром Е» расследование ведут уже они вдвоём – Шарко и Эннебель. Историю их знакомств вы найдёте в этих первых книгах. На данный момент в России вышло уже 11 книг этой серии – Франк Шарко и Люси Эннебель. Все эти книги есть в нашей библиотеке. А это уже другая история. Как вы увидите по оболошкам этих двух книг, эти книги связаны между собой. Там одна общая линия, там одни главные герои. Первая книга – это последняя рукопись. Вторая – жил-был. Раз – жил-был два. И вот ещё шесть отдельных книг с очень напряжённым сюжетом. Это расследование, это преступление, это убийство. Это ужас. Здесь есть отсылка и к науке, и к истории, и к медицине. Книги очень интересные, завораживающие. Главные герои разные. Обращаю ваше внимание на сборник рассказов «Франк и Телье. Иллюзия смерти». Каждый рассказ – это удивительный сюжетный поворот, удивительная история. Здесь и размышления писателя о смерти, о убийстве, о жизни, о космосе, о мечтах, о зарождении жизни. Здесь есть отсылки к мифологии. Конечно же, писатель очень любит проникать в человеческую душу. Все эти рассказы настоятельно рекомендую вам прочитать. Некоторые из них повернут вас в шок. Но и в то же время дадут вам задуматься об очень важных вещах. Может быть, вы перемените взгляд на жизнь. Сегодня мы рассказали вам о четырёх очень интригующих, о современных французских писателях. Их произведения читают практически во всём мире. По ним создаются фильмы и сериалы. Все представленные в обзоре книги есть в нашей библиотеке. Французская литература очень разнообразна и очень интересна. Я надеюсь, что вы захотели какие-то книги этих писателей прочитать. Я думаю, что вы об этом не пожалеете. Спасибо за внимание.